Бывшего российского агента Сергея Скрипаля отравили ядом нервно-паралитического действия. Каким именно, еще выясняют ученые, об этом заявили в британской полиции. Скрипаль вместе с дочерью уже третьи сутки в реанимации в критическом состоянии. Им стало плохо в воскресенье прямо на улице в центре города. Что известно о ходе следствия, расскажет Светлана Чернецкая. В центре английского города Солсбери до сих пор дежурят усиленные наряды полиции. Сквер, где нашли бессознание бывшего полковника Гру с дочерью, третий день в оцеплении. Закрыты также ресторан и паб, которые за несколько часов до инцидента посещали жертвы. Криминалисты обследуют и дом Сергея Скрипаля. А основная работа идет в Порт-эн-Дауне. В военном исследовательском центре ученые определяют, каким же веществом отравили бывшего двойного агента и его дочь. 33-летняя Юлия приехала навестить отца из России. Пострадавшие с воскресенья в реанимации в критическом состоянии. И никаких прогнозов относительно их здоровья медики не дают. Вероятнее всего расследование будет долгим. Мы должны убедиться, что соберем все возможные доказательства. Нельзя спешить с выводами. Будем делать их исключительно на основании доказательств, а не по слухам. А уже потом решим, какие действия необходимо предпринять. Тем временем в Лондоне уже провели два экстренных заседания на высшем уровне. Вечером о ходе расследования подробно отчитались перед премьером Терезой Мэй. А утром министры собрались навстречу Кобры. Этот комитет заседает в случаях чрезвычайных ситуаций. 66-летний Сергей Скрипаль – экс-агент российского ГРУ, который признался в шпионаже на британскую разведку. И покушение на его жизнь здесь сравнивают с отравлением радиоактивным полониям бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Британская пресса сообщает, что среди версии заказное убийство, личные мотивы и криминальные разборки. Также рассматривают возможную попытку скомпрометировать Россию. Эту версию поддерживают и в Москве. Там отвергают все обвинения в причастности к инциденту. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер».